Память о войне Семьдесят лет назад здесь состоялся самый значимый военный парад столетия. Его эхо салютами прокатилось по всем городам России. К юбилею победы тоже готовятся от Московской Красной площади до Курской и далее по всей стране. За две недели до торжеств представители 14 субъектов ЦФО собрались в столице, чтобы поделиться своим сценарием праздника. Центр Москвы весь в строительных лесах. Рабочие подкрашивают стены, ровняют брусчатку, устанавливают трибуны. Во всех регионах открываются новые мемориалы. Вот и в Курске к 9 мая завершаются работы на монументе в Панеровском районе. Полпредпрезидентов ЦФО обещал быть на его открытии. Потому что мы по Курской букве знаем много разных событий, а вот Тепловские высоты как-то были немножко забыты. И вот сегодня инициатива и правительства Курской области, и волонтерские организации, и Советы ветеранов подняли этот вопрос. И вот буквально в 9 мая эти Тепловские высоты памятник будет открыть. Лучшие телепроекты и массовые мероприятия представили разные регионы. Отметили и сотрудников Курского центра поиск, у которого, кстати, в этом году юбилей 25 лет. Буквально недавно у нас стартовали поисковые экспедиции в актопамяти 2015. Традиционно на протяжении уже десятилетий в Курской области проходит межрегиональная поисковая экспедиция. Ежегодно губернатор Курской области подписывает распоряжение проведения поисковых работ данных мероприятий, поддерживает со стороны и финансово, и организационно. Кино массового проката тоже работает на общей волне. В эти выходные по всей стране стартует показ фильма «Азори здесь тихие». За день до премьеры съемочная группа представила картину на суд участников «Круглого стола», не опасаясь неизбежных сравнений с экранизацией 1972 года. Фильм был смят, замечательный фильм, 50 лет назад, 50. И вот вы можете заставить в кинотеатрах пойти на старый фильм? Нет. Людям, которые 14 лет, 18 лет, 20 лет, которые не знают вообще этой истории, не знают этой повести, почему бы им эту повесть не узнать? Мы снимали «Смерть моей героини». Фашистский сапог проходил в 10 сантиметрах от ее головы. Как это в принципе можно пережить, я не знаю. Мне кажется, что любой человек о войне говорит каким-то образом по-своему, и любой художник что-то свое привносит, какую-то свою точку зрения, поэтому сложно. Все равно для каждого войны своя. Время уводит героев, но не стирает память. На стражу великого подвига заступило молодое поколение. Алина Фурсенко, Антон Латышев, Телеканал СЕЙМ.